Добрый день, друзья! Прошу себя вести. Мы рады вас видеть. Событие очень важное, серьезное, радостное, долгожданное. У вас во всех руках наш журнал. Журнал театр. Сразу видно, что это не грянет. И не только внешне. И по содержанию это очень серьезное профессиональное издание. Его мы долго ждали. Это событие не только Союза театральных деятелей. Это событие, важное не только в жизни главного редактора Марина Павликовой. Но мне кажется, это важное событие для всех нас. Когда есть профессиональный журнал, тогда мы ощущаем, что у нас действительно профессиональный театр. И процесс театральный двигается так. Лица вам все известны. Таблички. Представлять, наверное, не имеет смысла. Но к этому и свидетельству я не задаю свои вопросы. Хотя я так понимаю, что Марина свою концепцию в журнале уже изложила. И думаю, многие из вас уже легка очки. Можно задавать вопросы и по концепции, и по тому, что у нас происходит. И, конечно, я думаю, что Александр Александрович откроет пресс-конференцию и расскажет, как долго мы к этому что-то. Я сразу хочу, Мариночку, преподнести. Спасибо. Большое спасибо тебе. Спасибо. Говорю это радостно, говорю восторженно. В конце, если прочитали мою заметочку. Вы меня просите, Мариночку. Хотите, я прочту. И на этом мое выступление закончится. Я действительно сам ее написал. Поэтому, дорогие друзья, если вы читаете в самом конце, если вы читаете эти строчки, значит, успешно добрались до последней страницы. Мне это очень радует. Вы не закрыли журнал где-то в начале, а пролисали его весь. Не беда, что не прочитали его от корки до корки. Не сомневаюсь, вы обязательно к нему вернетесь. Уверяю, здесь есть что почитать. Мне было лично интересно все. Читал не как председатель СТД, а просто как человек, которому волей обстоятельства хорошо знакомы проблемы ежедневного нашего существования. И все они, или во всяком случае большая их часть, затронуты в первом номере журнала. Хотел сказать переживающего второе рождение журнала и вовремя осекся. Не второе, а уж не знаю, какое по счету, театр имеет большую, я бы сказал, многострадальную историю. Сверху лучше не знаю. Не второе, а как я уже сказал, не знаю, по счету, театр имеет большую, многострадальную историю. Не буду перечислять события и факты этой истории, многим они хорошо знакомы. Мне хочется поклониться и сказать спасибо всем, тем, кто в разные годы стоял во главе журнала. Все они были достойными, профессиональными людьми. Сегодня мы собрали новую команду во главе с Мариной Давыдовой. Она известный театральный критик, кандидат искусствоведения, человек яркий, популярный в нашем мире. Хотя, конечно, назвать ее дамой, приятной во всех отношениях, я бы не решился. Сам не раз выступал ее оппонентом. Но мы все знаем, что наш театр сегодня болеет. И не одной болезнью, а сразу несколькими. И во время болезни, чрезвычайно, важно поставить правильный диагноз. Марина умеет это делать, умеет это как никто другой. Я очень надеюсь, что журнал театр станет территорией, на которой сможет высказать каждый, кому действительно есть что сказать. Собственно, и все, что я хотел сказать по поводу этого журнала театра. Дальше я, Марина, приносила мне разработки, дизайн, показывала статьи и так далее. Я с каждым разом удивлялся. И, конечно, ждал этого журнала с нетерпением. Меня потрясает. Большое спасибо за очень хорошую, интересную рубрику «Желтые страницы». Прочитайте, как наши будущие критики. Прочитали, да? Много чего есть. Мы только получили. Спасибо, Мариночка, что начали с «Эфроса». Пин Бауш, «Эфрос» – это великие, гениальные люди. Спасибо, что вспомнили Марину Зайонц. Здесь очень интересная статья и Саши Попова «Желтые страницы». «Эфрос» – это был драматург античный в Греции он был. Он ведь написал «Царя Египа», а что вам нравится, «Гитис»? Но «Эфрос» уже умер, о нем надо хорошо говорить. Это просто опрос, проведенный среди студентов театральных вузов. Мы их спросили, кто такой Анатолий Эфрос. Они дали разных людей. Они дали удивительные ответы на этот вопрос. Министеров Андрей, Москва, школа студии МХАТ, актерские футболы. «Эфрос» – басни он писал, да, нет. А что, «Эзоб»? А, «Эфрос» – режиссер. И что он ставил? Ну и так далее. Это поучительно. Нам посмотреть, кого мы готовим и под каким ракурсом дальнейшее обучение. Журнал действительно такой, где каждый из профессионалов, я думаю, не только профессионалов, а люди, которые просто даже интересуются театром, образованием, когда они перелистают его, почитают его, получат большое удовольствие. Мариночка, спасибо, спасибо вам, Игорь, спасибо той команде, которую ты собрала. Многие вещи Марина делала сама, потому что брала все на себя, вынужденно, невынужденно. Это сама Марина расскажет. А я от Союза театрального, от себя лично, Марина, приношу большое-большое человеческое и актерское спасибо. Все.